Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал Женские Секреты. Сегодня последний день октября. У нас на улице уже снег и у меня поступает очень много вопросов по поводу клематисов. Я показывала черенкование клематисов летом. Оно как бы не особо задалось, но кое-что все-таки у меня получилось. Осенью я поставила еще одну партию черенков уже после осенней обрезки, когда укрывала свои клематисы. И сейчас я покажу, что у нас на сегодняшний момент есть, что удалось, что не удалось. Ну, пожалуй, давайте начнем с самых таких маленьких черенков. Это то, что я ставила уже осенью. Так, вот эти черенки я ставила самые последние, когда уже выпал снег и я срезала уже из-под укрытия. Это сорт Виль де Леон. Поставлен он 19 октября. Вот там внизу насыпан грунт, сверху насыпан слой песка. Сделан микропарничок. Видно, что почки там пытаются распуститься. Но этот парничок я не открываю. Здесь бутылка заклеена. И сверху только единственное, что я вот открываю, проветриваю и через это же отверстие можно поливать. Но здесь, конечно, ждать корешков пока еще совершенно рано. Три сорта стоит вот в другой плошке. Здесь открывается проще. Вот там тоже просыпаются почки, но не у всех. Это как бы классический вариант укоренения. Но об этом результате пока еще рано говорить. Вот эти контейнеры были поставлены на укоренение где-то неделей раньше, чем... Если тот 19-го, то это, наверное, числа, может быть, 9-го, 10-го. Здесь просыпаются тоже кое-где почки. И периодически обрабатываю я все-таки от плесени. Все равно она проявляется. Иногда проветриваю, иногда не проветриваю. Вот сегодня подготовила раствор. Сбрызгиваю от мошки, добавила фитоверм и добавила чайную ложечку перекиси водорода. По поводу перекиси водорода вопрос спорный насчет именно подкормки. Но я заметила, что все равно плесени стало появляться меньше. Испаряется влага и она оседает. Проветривать нужно регулярно. Вот эти начали просыпаться почки уже здесь. А вот эти черенки я брала. У них уже были такие побеги, где почки уже распустились. И вот здесь появляется калу. Так, здесь... Это у меня жакман. Ну, про укоренение пока речи быть не может. А вот калус появляется. Черенки живые. Теперь давайте посмотрим вот эти контейнеры. Это я привезла с дачи. Как раз показывала видео, как я их черенковала. Выпадов было много. Но кое-что все равно укореняется. Плесень мне удалось сбить. Проветривать я их стала чаще. И кое-какие все-таки подают признаки жизни. Так, вот у джакмана много, конечно, выбросила. Тут пока ничего нет. Вот это Роза Монда. Очень красивый сорт. Один черенок. И он у меня, по-моему... И он у меня укоренился. Ребята, укоренился. Так, его я буду пересаживать. Тут фиолетовый большой. Пока под вопросом. Это тоже пока под вопросом. Заглубила я до самых почек, потому что чувствую, что не хватает влаги. Но вот Роза Монда дал корешочки. Так, второй ящик. Вот здесь было очень много плесни до обработки. И вот она, как видите, все-таки у меня успокоилась, перестала разрастаться. Так, Марк Гарат Хант. Хороший-хороший калус. В принципе, даже можно уже его и в стаканчик пересадить, поскольку он стоит один и занимает достаточно много места. Так, хегли-хербит тоже шикарный сорт. И корешочек у него есть. Так, этому еще рано. Вот видно, что здесь мягкое стало. Так, эти пока еще посидят. А вот хегли-хербит можно пересадить. Так, еще у меня тут очень хороший сорт. Называется перида. Так, и он у меня. Тоже дал корешочки. Вот этот с двумя почками садила. Тоже дал корешочек. Ёлка. Я вообще уже хотела это выбросить, но думаю, пусть посидят. Вот тут ёлка дала небольшой корешочек. Так, этот еще пусть сидит. Так, на сегодняшний день у меня пять черенков пойдут на пересадку. Четыре здесь и один здесь. Пересаживать я буду в стаканчики. В отдельные. С более питательным грунтом. Из первой партии у меня получалось три черенка. И сейчас они у меня стоят вот так. Они как бы типа на фитильном поливе и немножечко прикрыты. Пакет развязан, но они чувствуют себя неплохо. Это черенки распутин, которые укоренились самые первые. Вот здесь уже корешочки начали вылезать. Их я уже буду пересаживать в питательный грунт. В горшочке 0,5, чтобы не стеснять корневую систему. Поэтому сейчас важно нарастить именно корневую систему. Где-то там. Здесь корешочек. Здесь корешочки. Но это вот самый маленький. В стаканчике 0,5 я посажу с таким расчетом, чтобы можно было потом немножко заглубить вот до этой кочки. До точки роста. В стаканчик подсыпать уже некуда. Вот. Давайте вытащим что ли один. Вот такой вот корешок. Конечно, это не гигантский корень, но тем не менее укоренение идет. И росточек нормально себя чувствует. Так, для пересадки я взяла вот такие глубокие стаканы. С тем расчетом, чтобы можно было заглубить черенок до этой почки. То есть я его сейчас буду садить достаточно глубоко. Корневая система пока не слишком большая, но все равно в стаканчиках сильнее пересыхает грунт. Что еще хочу добавить? Хочу добавить сухой гранулированный конский перегной, навоз, который я покупала и в теплицу я его. Так, но его надо растолочь. Буквально три гранулки. Так, мы его сейчас раздавим. Получился вот такой порошочек. И сюда в стаканчик, в нижнюю часть, где корни будут, туда я его добавила. Так, чтобы корни не касались напрямую. Они со временем будут туда проходить. И тогда уже потихоньку будут питаться. Потому что грунт у меня очень-очень легкий. И малонизкокалорийный, так скажем. А для нарастания зеленой массы нужна органика. Вот это как раз органическое удобрение у меня и есть. Пересаживаю сюда клематис молоденький. Вот здесь черенок вызрел. Поэтому здесь потихонечку, потихонечку можно заглублять. Но не торопитесь. Всему свое время. Когда он вызревший, одревесневший, он может дать дополнительные корни. Но если вы зеленый черенок так засыпите, то он просто сгниет. Теперь проливаю водой вот с таким стимулятором корнеобразования. Корень супер. Если первое время я там супермодные использовала. Такие как Радифарм. Такие как Радигрин. Такие как Экофитоклон. То сейчас при пересадке можно использовать обычный такой недорогой укоренитель. Вот такой вот на втором корешочек. Все три мои Распутина пересажены. Теперь я их тоже сбрызгиваю водичкой с фитовермом и с перекисью водорода. Верхний слой почвы, чтобы он дольше не слеживался, мульчирую этой же землей, только сухой. Ну и поскольку любая пересадка это стресс, тем более корневой ком у меня рассыпался, сделаю маленький парничок на несколько дней, пока они немножечко освоятся в новом грунте. Вот такие три красавчика. Накрыла я их пакетиками. И у пакетиков срезала ушки, чтобы был доступ воздуха. Корни у них есть, но после пересадки, чтобы немножко адаптировались. Тут посмотрю по ситуации. Это может быть 3-4 дня, это может быть неделя. Когда пойдут в рост, тогда можно будет снять. То есть пока пакетики эти не мешают, но чтобы там не было конденсата. И еще один небольшой момент. Заметила, что корневая система лучше развивается, если полив проводить с поддона. Здесь уже корневая система какая-никакая есть. Верхний слой грунта лучше держать полусухим, чтобы не было загнивания корневой шейки. А полив лучше проводить через поддон. Налили сантиметр воды в поддончик. Постояли они 10-15 минут, сколько надо им воды впитали. Лишнюю воду мы сливаем обязательно, чтобы и воздух тоже попадал, чтобы не было закисания почвы. Или в поддоне полили, переставили на другой поддон, на сухой. Так, чтобы лишней влаги там не было. Иначе будет загнивание и возобновится плесень. Ну а в эти стаканчики я буду пересаживать этих малышек. И процесс у меня продолжается. Что получится у меня из осеннего укоренения, то что самые вот эти вот маленькие, я покажу, конечно, попозже, по мере развития. Все это я поставила под лампы. Вот здесь у меня три новеньких, которые я пересадила. И шесть малышек, которые в стаканчиках. Пакеты не заклеены, просто за счет воды они сами склеились. Когда вода немножко испарится, они приоткроются. Как раз это будет и проветривание, чтобы мы про них не забыли. И лучше, если полив, все-таки делать снизу. Вот эти я буду вытаскивать для полива. Эти стоят на стаканчиках. Они хорошо там себя чувствуют. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем хорошего укоренения, черенкования, удачных экспериментов, мирного неба над головой. С вами была Елена и канал Женские секреты. Всем удачи, до новых встреч и жду вас снова на своем канале. Субтитры создавал DimaTorzok